Очень интересная работа. В 99-м году в Ивановской области появилась общественная организация под названием Спортивный клуб Будашин. Ее организовала группа молодых спортсменов во главе с Михаилом Шиловым и Евгением Кульбанским. Фактически, под разными названиями клуб существовал уже около 15 лет. В его стенах выросло немало спортсменов и инструкторов, имеющих в настоящий момент мастерские степени. Классификации карате это черные пояса. Сборная команды Иванова целиком состоит из спортсменов клуба Будашин. Они постоянно выезжают на учебные и аттезационные семинары к ведущим мировым специалистам в области восточных единоборств. Там они повышают свой спортивный, тренерский и судийский уровень. В клубе на данный момент два судьи национальной категории. Преуспел клуб и в организации крупных турниров. В Иванове они проходили дважды. После международного чемпионата по традиционному фудакам карате-до, где спортсмены клуба Будашин завоевали четверть всех медалей, профессор Йорге в интервью журналистам заявил, что Иванов сейчас является центром развития карате-фудакан в России. Спортивные успехи Михаил Шилов удачно сочетает с тренерскими. Вместе с вице-президентом федерации традиционного карате-до фудакан Евгением Кульбанским и учениками он ведет занятия в клубе Будашин. Кульбанский и Шилов единственные в регионе обладатели международных тренерских лицензий, которые дают право вести занятия и принимать экзамены в любой точке мира. К сожалению, в России никакой системы лицензирования тренеров карате не существует. Поэтому работает масса всевозможных секций, в том числе и в Ивановской области, где ребят тренируют не специалисты. И что еще хуже, каждый год осенью объявляются наборы в секции карате с целью просто заработать деньги.